Таких, как Юдаш Хусаинов, называют самородками. Он не получил профессионального образования, а к искусству пришел в 2003 году, после трагического происшествия. В больнице взял в руки карандаш и бумагу. Рисование помогло вернуться к жизни. Вдохновляет и на другие свершения. Юдаш – чемпион России в составе сборной республики по теннису. Рисование – это, во-первых, терпение. В спорте – это то же самое, терпение. Вот терпеть, терпеть, терпеть. Пока рисуешь, один маленький чертежок в сантиметр, пытаешься сделать так, чтобы оно было очень похоже. В перерывах между тренировками Юдаш делает зарисовки. Любимая тема – красота башкирской природы. Мастерской у художника нет и зачастую картины создает на компьютере. Юдаш, у нас для вас сюрприз. Медицинский центр «Клиник А» дарит вам вот такой графический планшет, чтобы вы могли создавать свои картины. Просто очень-очень-очень хороший подарок для меня. Хотелось бы поблагодарить, сказать большое, огромное спасибо. Начну рисовать портреты уже, может быть, это будет просто здорово. Проголосовать за Юдашу Хусаинова можно на сайте проекта «Любимые художники Башкирии». Чтобы народный рейтинг был объективным, участников разделили по категориям. Легенда, актуальное искусство, самородки и мастера. В этой номинации и картины Лиана Макарчан. Мелодии дудук и сиван, и, конечно, красный гранат. Отправляемся в мастерскую художника. Яркие краски и фольклорные мотивы. Она родилась в Армении, но как мастер выросла в нашей республике. Лиана Макарчан придумала для проекта свое название. Большой глобус башкирских художников. Я думаю, если я даже вперед не пройду, это не так страшно. Потому что главное быть в этой семье, со всеми вместе участвовать. В мастерской Лианы встречаем автора идеи и руководителя проекта Наиля Махмутова. Он не художник и не искусствовед, но у него креативное хобби. За 11 лет он выпустил 13 книг серии «Земляки». Итогом конкурса станет книга-альбом Наиля Махмутова о лучших художниках Башкирии. А помогут в этом жители республики, которые сами выберут любимых мастеров. За два месяца проект уже вышел за пределы страны. У нас уже около 250 тысяч просмотров. И очень много просмотров именно за рубежа. Из Канады, Мексики, Америки, из Австралии, из Новой Зеландии. То есть весь мир практически представлен. Люди заходят, интересуются и голосуют за те или иные картины. И вот есть такой знаменитый художник Виктор Кириченко. За его работу проголосовали аж из Новой Зеландии. Художники сами выбирают работы, а затем загружают на сайт. Но выяснилось, у многих участников нет интернета. Компания Уфанет поддержала проект любимой художники Башкирии. И предоставила всем участникам проекта бесплатный интернет на полгода. Михаил Назаров – легенда авангарда. Ему 90 лет. Теперь художник поставит свою экспертную оценку и другим участникам. Он один из обладателей сертификата от компании Уфанет. Ну хорошо, что этим делом занимаетесь, что все-таки интересуетесь этим, кто-то интересуется. Это хорошо, что такое внимание есть. Компания Уфанет всегда поддерживает культуру. Культуру, образование, медицину. Потому что это три отосли очень важные. Они не такие видные, но вот этот проект, он, конечно, важный. Я помню, был в Вене и посетил выставку художников русского авангарда 20-х годов, 20-го века. Вот это грустная, конечно, выставка для меня была. То есть вообще картины были великолепные. А то, что русский авангард в Вене, они, допустим, не в Москве, не в Уфе, к примеру, это грустная вещь. Поэтому, чтобы не было грустно потом лет через сто, надо поддерживать башкирских художников, которые вот сейчас живут и работают в Башкирии. Заявки художников принимаются до 1 декабря. А дать голос в онлайн-галерее можно сразу за несколько картин. В финале конкурса работы будет оценивать профессиональное жюри. Те художники, картины которых наберут больше всего голосов, получат призы. И, конечно, народное признание. Алина Гребешкова, Анастасия Никишина и Роман Гуманов. Городской телеканал ЮТВ.